В Ереване сразу после освобождения из следственного изолятора, своих воровских полномочий, лишился 38-летний вор в законе Гайк Саркисян, более известный в криминальных кругах как Айко Астраханский. Соответствующее решение по итогам короткого разговора с Айко, в присутствии Запа, Самвелика и Артема вынесало Шаумянский. Поводом для низложения Айко вновь стали его взаимосвязи с Артемом Саратовским, которому некоторые армянские воры до последнего пеняли за его якобы неуплаченный когда-то проигрыш. В те незапамятные времена, когда воры назывались честными, подобный поступок как правило влек за собой смертный приговор, потому что свою честь воры ставили превыше жизни. В наши дни данный факт в биографии, если и был, не помешал Артему стать вором, но зато дал богатую почву для сплетен и интриг. Перед тем, как ему отправиться в Европу, Алло и Артем, крестные отцы Айко напутствовали его при встрече с Артемом, передать от их лица, что к нему имеются вопросы по поводу фуфла, которую он якобы двинул. Вместо этого Айко, попав под буржуазное обаяние Артема, сделался ему другом, потому что, как он сам выражается, увидел в нем вора. При этом, видимо в порыве быть хорошим и для тех, и для этих, Айко, прислушавшись однажды в Греции к разговору Камоиц-Хворадзе, все-таки поднял неудобную для Артема тему, за что потом, ввиду их полной несознанки и отсутствия улик, извинялся. И это после того, как Артем, которому армянская полиция закрыла въезд в Армению, в присутствии семи воров увиделся в Польше Сафа, бывшем среди тех, кто имел к нему вопросы, где тот отрекся от любых инсинуаций в адрес Артема, что и было зафиксировано массой. По возвращении в Армению в июне этого года, Айко был заключен в СИЗО, а местные воры, чье поручение он провалил, стали терпеливо ждать его выхода. Позавчера наконец их встреча состоялась в доме Алло, где от Айко потребовали объяснений. Не встретив у Алло радушного приема, Айко ответил, что он не его почтальон, чтобы передавать от него претензии, а затем, говоря военной терминологией, перешел в контрнаступление и спросил, что делает Алло в компании Запа, которого в Греции, когда приезжал увидеть Геворика, на кругу воров называл барыгой, мусором и личным стукачом Вовы Гаспаряна. Алло сказал, что никогда этого не говорил, и спросил Айко, откуда он это взял. Айко ответил мол со слов тех, в присутствии кого Алло это озвучивал. Алло сказал, ты не вор, а ошибка армянских воров, которому в семье не место. Айко парировал, ты сам врешь и ответишь, если не обоснуешь, что я вру. В конце концов за Алло вступился Артем, который был с ним в Греции, и подтвердил, что Атало такого не слышал. После этих слов Айко ретировался. По словам источника, к инциденту уже подключились Шакра, Мераб, Осетрина и Бадри, которые поинтересовались у армян, что они имеют к Артему. Те ответили, что против Артема ничего не имеют, тем более, чтобы идти против сходки. Чего не скажешь про Айко, который теперь едва ли извинениями, если его слова не подтвердят те, на кого он рассчитывает. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. При этом не забудьте нажать на колокольчик.